Добро пожаловать на наш канал! У меня фронта неподалеку, в поселке Никишино. Нам дорога будет, если села, хорошая. Передовая километрах в десяти, по обочинам черные пятна воронок. На этих участках, которые простреливаются, грузовик выжимает до 70 километров в час. Но это не гарантия проскочить обстрел. Пути подвоза, боеприпасов и продуктов для ополчения украинская артиллерия обстреливает часто и плотно. Вчера обстрел был. Разбили частный сектор мирных граждан. Добраться до позиции донецкой армии в поселке Никишино можно только на таком вот Урале. Другая машина по полям и телеконам просто не проедет. Это восточный участок Дебальцевского направления, где в котле могут оказаться сразу несколько тысяч украинских военнослужащих. Темнеет быстро. Обстрел начинается внезапно. До войны в поселке жили порядка 700 человек. Сейчас осталось всего 10. Светлане с отцом ехать некуда. От обстрелов пока не устали, они укрывались в погребе. Отцу 80. И ему это непросто физически спускаться по крутым ступеням под землю. Поэтому артнолеты теперь он пережидает в сарайчике. А вместе с ним и она. Не может отца бросить одного. Вот вы по поселку вообще ходите или нет? Сейчас нет. Я даже дальше своего дома не хожу. Боитесь? Боюсь, потому что обстрелы. А начнется обстрел куда мне? В военно-воздушных силах он дослужился до полковника. В начале карьера еще лейтенантом службу начинал в одном полку вместе с Юрием Гагариным. А выйдя на пенсию, перевез семью в Донецкую глубинку, где жилось тихо и сытно. Я и плохо вижу, и плохо слышу. Ну, примерно так слышу. Свистит, значит, я на землю падаю. Вот тут вот липа, в липу ударило. Под липой парень лежал в окопе. Ее вспинул и убило. А меня взрывной волной, осколками стекол, руку вот здесь вот порезало. Падать на землю, заслышав свист мины, в этот день ему пришлось не раз. Артиллерийский обстрел продолжается уже в третьей части. Тем не менее, штурмовая группа Донецкой армии выдвинулась на рубежной атаке. Они на себе должны проверить, насколько качественно отработали донецкие артиллеристы. Ребята, сидите или в доме, не открывайте, потому что осколки могут быть, или в погребе. Закрывайте дверь, потому что... Штурмовая группа под огнем сумела подобраться к украинским позициям и прощупать оборону. Местами дистанция между украинскими окопами и штурмовой группой сокращалась до 100 метров. Под плотным огнем свою задачу на этот день им выполнить удалось. Позиции у них крепкие, да? С сентября месяца они, получается, окопались там очень хорошо между домов. У них там окопы хорошие, блиндажи. Там мины не возьмут, там надо тяжелая артиллерия. Там близко подъезжать в упор просто их надо. Дебальцевский выступ украинской армии на границе Донецкой и Луганской областей глубоко вклинился в линию фронта ополчения. А направление на Никишино в случае украинского прорыва серьезно угрожает безопасности целого шахтерского района. Именно поэтому этот сектор Донецкой обороны сейчас считается стратегическим. Данное направление важно для республики. Почему? Потому что так называемый дебальцевский язык, он и находится клином, который входит и очень близко подходит к населенным пунктам. Если мы говорим, как к Шахтерск. Нацеленность Острия идет туда. Плюс Янакева. А с другой стороны это Луганская народная республика. Украинские войска теперь удерживают лишь небольшой плацдарм на самой окраине этого поселка. Контратаковать они не пытаются, лишь плотно обрабатывают позиции ополченцев артиллерией. В приеме. Ложись! Люда, Лиза, я живой. Все нормально. Антон Степаненко, Артем Григориан, Рушан Умяров. Первый канал. Никишина. Донбасс. Продолжение следует. Продолжение следует...